Вот яркий пример нарцисса во власти. Деяние 12 глава. Начнем с 1 стиха. В Писании есть несколько царей, которые именовались иродами, но это не одни и те же ироды. Был ирод, который правил, ирод великий, когда родился Иисус. Кто же был? Еще тот нарцисс, который ради себя, ради своей власти, готов был убить всех младенцев в Вифлееме, когда Иисус родился. Но это уже другой ирод. И вот в то время царь ирод поднял руки на некоторых из принадлежавших церкви, чтобы сделать им зло, и убил Якова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра, тогда были дни опресников, и, задержав его, посадил в темницу и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Видите, ирод был настолько самовлюбленным, уничтожал первую церковь, убил Якова, Петра бросил в темницу. И вот посмотрите, в этой же главе 20 стих. Ирод был раздражен на терян и седанян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, это голос Бога, а не человека. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, и он, быв изъеден червями, умер. Слово же Божье росло и распространялось. И видите, этот ирод – это типичная картина нарцисса, когда ты позволяешь, чтобы лезь была, и ты уже не думаешь, правда это, неправда, почему мой голос, как голос Божий, чего так все решили, что великого такого я сказал. Нет, таких вопросов у нарцисса не возникает. Он просто наслаждается вот этой славой, вот этим обожанием, ты особенный, ты великий, это голос Бога, а не человека. Все в обожании восклицают, поют тебе хвалу, да? И мы видим опять, насколько печальный конец, насколько печальный конец у такого государственного деятеля. И проблема драгоценная часто в том, что вот эти подобные нарциссы, они, особенно оказавшись это во власти, они не просто наслаждаются вот обожанием вокруг себя своих подданных, они вот эти нарциссические комплексы прививают, могут своим народам, своим странам прививать, да? Что мы лучшие самые, мы самые великие, мы самые могущественные. И есть такое понятие, которое называется коллективный нарциссизм, когда люди считают, что что-то есть особенное. Безусловно, каждый из нас любит, мы любим свои семьи, мы любим свою церковь, мы любим свою страну, правда же? Это нормальные чувства, когда мы любим, потому что это моя, это моя семья, это моя супруга, это моя церковь, это моя община, я люблю ее, я считаю ее особенной, потому что она моя. Я люблю свою страну, страну, где я родился, где я вырос, где я женился, где я крестился. Я люблю свою страну. Но когда мы начинаем чрезвычайно превозноситься, да, вот это я и все остальное, это просто ерунда, и все должны восхищаться мной, или там моей семьей, или моей церковью, наша церковь самая лучшая, все остальное – это ерунда, все остальные церкви – это просто недуховная церковь, они вообще и Бога-то не знают. И пасторы там ерунду говорят, и только я говорю правильно, и только наша церковь правильная и истинная, все остальное – ерунда. И сразу возникают вот эти нарциссические комплексы, и ими больные, общины, и целые религиозные движения, и целые страны, и мы знаем, что, безусловно, когда вот приходит вот этот нарциссизм, самолюбование, желание, обожание, да, оно связано со многими-многими-многими грехами, потому что ты начинаешь, как мы говорили, рассматривать всех остальных как инструменты для своих целей. Ты не думаешь о них, ты не думаешь об их интересах, ты не думаешь о том, что им важно, что для них полезно. Ты думаешь только о собственных интересах, ты готов пожертвовать всеми остальными, как вот тот принц из Шрека, который отправлял там на войну, чтобы там, по-моему, принцессу освободить, и он говорил, некоторые из вас погибнут, но я готов пойти на эту жертву. И вот, как бы, ты жертвуешь другими, ну, потому что цель твоя уж очень-очень велика, и ради этой цели ты готов пойти на жертву там другими жизнями и другими судьбами. И вот это и происходит, драгоценное, в современном мире, в современном обществе. Почему это происходит? Часто из-за каких-то внутренних проблем каких-то, внутреннего унижения. Часто люди, они прошли через унижение, может быть, в детстве или еще что-то, и из-за этого у них детство остается, вот этот эгоцентризм остается, и они считают, что все им обязаны, и они самые лучшие, и они самые большие. И когда часто в жизни вот ничего не удается, да, вот там теща ни во что не ставит, жена ворчит, дети не слушаются, собака вчера за ногу меня укусила, да, вот как-то все плохо, все неудачно, ничего как-то особо у меня не получается в жизни. И вот казалось бы, что из этого? Может быть, что-то ты поменяешь в своей жизни? Можешь начать налаживать отношения с детьми или с женой. Ну, это для здоровых людей. А когда больной путь решения этой проблемы, люди в себе взращивают вот это то, я особенный, я какой-то уникальный, и на чем не построены вот эти вещи, когда люди начинают везде пиарить себя, они так влюблены в себя. Я говорил, это бывает и на личном уровне, и на коллективном уровне. Не случайно говорят, что в свое время в Германии, перед тем, как Гитлер пришел к власти, Германия была разгромлена после Первой мировой войны, там было много проблем, нация переживала унижение после Первой мировой войны, да, и появился человек, который начал накачивать людей, какие они великие, какие они особенные, что арийская раса превыше всего, это самая великая раса, самая чудесная раса, это привилегия, что ты родился. То есть не то, что ты что-то сделал, а просто из-за принадлежности вот к этой великой какой-то расе, ты уже должен быть лучше всех, выше всех, и все остальные должны просто присмыкаться перед тобой, и можно начинать войны, можно убивать остальных людей, чтобы возвеличить свою нацию, да. И так появился фашизм, нацизм в Германии, да, с которыми мы, наша страна в свое время сражалась, чтобы остановить это зло, чтобы остановить это безобразие. И слава Богу, что этот гитлерский Третий Рейх был разбит, но вот сам дух нарциссизма, он, конечно же, никуда не девался, потому что он продолжает путешествовать, находить новые жертвы, находить новые сердца, чтобы поселиться, и чтобы извратить человека, направить его на путь дьявола. Я вот одну вам хочу цитату прочитать, это английский поэт Эллиот, он как-то написал такие слова. «Половина зла в мире происходит из-за людей, которые хотят чувствовать себя важными. Навредить они не хотят, но приносимый ими вред в действительности их не волнует. они или не замечают, или оправдывают его, потому что поглощены бесконечной борьбой за то, чтобы думать о себе хорошо». То есть вот люди бегают с собой, как с писанной торбой, чтобы думать о себе хорошо, чтобы возвеличивать себя, и то, что там кому-то вред, кому-то от этого плохо, кому-то неудобно, они об этом не думают, они об этом совершенно не переживают. Не переживают. Так они опьянены собой. Собой. И это величайшее зло, которое происходит на земле, из этого величайшего зла столько крови пролито, столько жизни ломается. Потому что, как я сказал, конец нарцисса, он всегда трагичен. Ничего хорошего нарцисса не ждет. Это показала история. И греческие легенды показали, и история человечества показала.